Привет, я Теслев. В прошлом выпуске я рассказал тебе о том, что из себя представляет мой бизнес. Я рассказал тебе о том, к какой цели он идет. А сегодня мы поговорим о системе управления компании, о том, как она построена, на чем она основана. Сначала будет немного теории, но я не дам тебе заснуть. Это займет всего одну минуту. Все-все-все, что происходит в твоей жизни и повторилось хотя бы один раз, можно заключить в процесс. У процесса есть четыре условных этапа. Первый этап – это планирование. Прежде чем что-либо сделать, это необходимо запланировать. Поэтому первый этап – это план. Запланировали и пошли делать. И лучше не оттягивать. Поэтому второй этап – это дело. Сделали. А теперь нужно посмотреть, что сделали, как сделали, сколько сделали. Поэтому третий этап – это контроль. Проконтролировали, и теперь нужно подвести итоги. Четвертый этап это подведение итогов. И он очень важен. Сейчас объясню почему. На простом примере запланировали сделать 40 деталей. А сделали 44. Вроде заебись. Но на этапе контроля выяснилось, что 15 из этих 44 деталей оказались бракованными. Поэтому собираетесь все вместе и решаете, почему же так вышло. Может быть исполнитель был пьян? А может быть ты как руководитель не обеспечил его необходимыми ресурсы? Может быть у него станок кривой? И вообще удивительно, что он хоть какие-то детали сделал по ГОСТу. Поэтому подведение итогов очень важный этап. Подвели итоги и снова запланировали, как будем делать на следующем круге. Как видишь, теория процессинга не сложна. А сейчас я покажу, как эти процессы выглядят на бумаге. На бумаге это выглядит вот так. Сейчас мы найдем с тобой волшебную папочку. А вот она. Давай полностью пройдемся по всей папке. Здесь цели компании. Когда и что, к какому году компания хочет сделать, лучше, чтобы об этом сотрудники твои знали. Общее положение компании. С ними ознакомливаются сотрудники новые, когда приходят на работу. Здесь о том, что он должен делать, коммерческая тайна, что он имеет право. Когда ему выплачивается заработная плата, как он график работает, кто его составляет. Когда выплачиваются премии, когда отпуск, какие штрафные санкции возможны. О том, что внедрена коллективная материальная ответственность. И так далее. Так, вот наши стандарты о выдаче грузов. А вот как раз о приемке. Мы решили на основе приемки. Давайте до конца пройдемся. Здесь же инструкции по работе с терминалами сбора данных. Здесь журнал обучения и аттестации сотрудников. То есть кто, когда прошел обучение по процессу, прошел аттестацию, в случае, если были изменения в процессе какие-то. Ну и тут, похоже, старые и предыдущие версии этих же самых процессов, которые в данный момент не действуют. Чуть подробнее посмотрим положение о порядке приемов грузов на ответственное хранение. Область применения, нормативные ссылки, термины определения, в общем, бюрократический блок, так сказать. Вот порядок приемки грузов на ответственное хранение. Шесть этапов. Первый этап – приемка ЗПГ и ПКК. ЗПГ – это заявка на приемку груза, ПКК – представитель компании-клиента. Второе – проведение ПРР. Это как раз, если первый этап – это планирование, приемка заявки и приемка представителя компании-клиента запланировали. Потом проводим погрузоозгудочные работы, маркируем, осуществляем контроль приемки, учет в 1С и подведение итогов. Контроль приемки и учет в 1С – это как раз контроль, подведение итогов – это подведение итогов. Ну, давайте посмотрим, что здесь происходит. Процесс приемки заявки от клиента. Ответственный исполнитель – оператор 1С. При поступлении заявки от клиента на приемку грузов оператор печатает, Если ее кладет, зайдет в лоток заявки «Приход». В течение какого времени делает? В течение пяти минут после поступления заявки на приемку груза. Что у нас на входе? На входе у нас заявка на приемку груза, на выходе у нас эта же самая заявка в распечатанном виде в лотке заявки «Приход». Итак, каждое действие каждого ответственного исполнителя прописывается в некий стандарт. Давайте дальше. Проведение погрузо-осгрузочных работ. При прибытии представителя компании клиента на автотранспортном средстве на погрузо-осгрузочной работе, кладовщик выполняет следующее действие. Получает от оператора два экземпляра МХ-1, следует к въездным воротам, открывает проезд для автотранспортного средства. Здорово всем с водителем, добро пожаловать в магнитогор. Просит представителя подготовить автотранспортное средство к проведению прорыва, ну то есть открыть ворота, двери и так далее. Этот документ я положу в описании к видео, можно будет его оттуда скачать. Так это выглядит на бумаге. А прямо сейчас я покажу тебе, как это попадает на бумагу. Соврал, не покажу. Точнее покажу, но завтра. Завтра в это же время я выложу ролик, в котором ты увидишь, как мы расписываем один из бизнес-процессов, который называется внутренняя инвентаризация товарно-материальных ценностей. Точнее один из этапов, этап планирования. Ты увидишь, как рождается бизнес-процесс на основе полученного опыта, на основе полученных знаний каждого участника этого бизнес-процесса. А как проходят твои процессы? Твоя компания росла в два и больше раза за год. Что ты изменил в бизнес-процессах, чтобы этого достичь? Не обломайся, черкани пару строк. Всем большой размер. Увидимся в следующем выпуске. Пока.